После того, как отцвели ягодные кустарники и образовались завязи, видно, нас ждет большой урожай. Тем обиднее потерять его в один день, потому что именно в это время смородинам и крыжовникам угрожает серьезная опасность – мучнистая роса. Хорошо хоть можно предположить, когда нагрянет это незваная гостья и подготовиться к встрече, как говорится, во всеоружии. Если конец мая и начало июня выдались дождливыми, то это грибковое заболевание нацелится на совсем молоденькие завязи. Если же стояли жаркие дни, то под ударом окажутся уже подросшие ягоды. Поэтому каждый день нужно осматривать ягодные кустарники, а если такой возможности нет, и вы на даче бываете, скажем, только по выходным, значит, надо заранее начать с ней борьбу. Иначе в один прекрасный день вы поедете в сад и увидите, что все белое. Самый действенный способ, который позволяет бороться с мучнистой росой – это специальные химические препараты. Продаются они либо в жидком виде, в ампулах, либо в порошке. Сначала растворяем препарат в воде согласно приложенной к нему инструкции. Затем раствор набирается в ручной опрыскиватель. С ним удобно будет подобраться к любой части растения. Вот теперь мы готовы к обработке ягодных кустарников. Надеваем перчатки и вперед. Обрабатывать растения следует в безветренную погоду во второй половине дня. Температура на улице должна быть не ниже 5 градусов тепла, но и не выше 30. Как правило, мучнистая роса в первую очередь поражает крыжовник и только потом перебирается на смородину. Так что следите за этими кустарниками в оба. Кстати, если незваная гостья нагрянула, а у вас под рукой нет соответствующей химии, не беда. Есть еще очень действенное средство, очень простое. Это сыворотка от творога. Просто заливаете сыворотку в ручной опрыскиватель и точно так же проходите по кустикам. Этот же метод спасет ваш урожай, если мучнистая роса придет в сад во второй раз, когда вот-вот поспеют ягоды. Химией в такой период уже пользоваться нежелательно, а вот совершенно безопасной сывороткой сколько угодно. Точнее, раз в два или три дня. Теперь вы спасли свои ягодные кустарники, и они обязательно отблагодарят вас щедрым урожаем. Удачного вам настроения!